Всем доброе утро. У нас сейчас 6 часов. 6 утра. А я с 4 уже не сплю. Сейчас начала приводить себя в порядок. И надо кое-что доложить чемодан. Там у меня раствор для линьки, средства для волос. Ну, лишнюю жидкость. Все в чемодан кладу туда хоть сколько можно. Косметичка у меня еще. Не убрано. Накрашусь, уберу. У соседей кондиционер включен. У нас тоже включили. Утром просыпаешься и дышать нечем вообще. Здесь такой воздух, что просыпаешься и утром дышать нечем вообще. Сразу же хочется включить и охладиться. Сегодня вроде спокойно ночью ложились спать, а никто не кричал. А если никто не кричал, то тихо было. А гулянок никаких не было. Снули хорошо. Все, мы сейчас собираться будем. Соберемся, потом пойдем кушать. На завтрак пойдем. Мы на разводим, мы вдвоем пойдем на завтрак. Никто уже не хочет эту еду есть. Егора давно уже не хочет. Эту еду ему не нравится. Так что вот, на разводим, мы вдвоем. Потом у нас трансфер придет за нами. И полетим, полетим, полетим домой в аэропорт и потом полетим домой. Тихо, спокойно. Вчера море такое тихое, спокойное было. Прям никаких волн не было. Вообще прям тихо, тихо. Сегодня дождей обещают. Вроде бы как, но нет дождей там пока. Но точки, точки, точки. Еще рано. Хоть бы не было никакого ливня, чтобы домой улететь, но без одержки. Так что вот, полотенца оставляю здесь. Я выбрала три полотенца. Я так поняла, что здесь не дают полотенца, которая вот на пляж. Тут вообще за полотенцами надо ходить для бассейна, ходить в спортсал. А это не совсем удобно на второй этаж, чтобы двигать на втором ответе. Так что вот, мои хорошие полотенца брала. Для, ну, ходить, ходить в этот море. Хотите, я их здесь оставлю. Потом надо будет, я так еще закажу. Это лишнее место. Нет места вообще полный рюкзак. Два полных рюкзака у нас. Чемодан. М размер. Сумка. Сумка вот, которую я купила. Ну, на пляж ходить такая летняя сумка. Большая. Туда у меня покупки вышли. Сумочка розовая, с которой я приехала. Майкл Борс. Туда же тоже положила. В руках раз можно. Ноутбук у меня в рюкзаке. В другом рюкзаке одежда и чемодане одежда и подарки тоже там. Ну, тучки, тучки. Сегодня, наверное, будет все равно дождь. Тучки, тучки. Сегодня, наверное, будет все равно дождь. Кроме меня сюда никому не хочется. Мои хорошие, здесь дождик небольшой. Угу. Я сейчас воня. Хорошо еще. А макияж делаю. Услышала даже. Через стенку услышала, что идет дождь. Юра переживает, что рейс отменят. А нет, вон летают. Вон летают. Наши не отменили. Вдруг дождь разойдется. Так там летают самолеты. Вообще сразу быстро тут раз и за облака и не видно даже. Моря не видно будет даже. Тучки, точки. Видите, какие точки. Хоть бы уехать нормально. Хоть бы уехать нормально. Мы пока здесь были, не было дождя вообще. Была прекрасная погода. Вовремя. Вот прямо время выбрала как-то. Вообще. Но я даже не время выбирала. Да, я выбирала. И выбирала отель, чтобы было место. Потому что я смотрела там. Много-много занято было. И вот в это время было свободно. Я заняла. Я говорила, когда мы выбирали. Ну, когда я выбирала номер. Как пирожки расхватывали. Тогда помню. Я смотрела. Я смотрела. Буквально смотрела. В начале марта. Я хотела купить. Все уже не было. Были такие, знаете, по два места. По два дня надо. По два. По три. Больше трех не было. Например, пять дней у кого-то было откуплено. Потом, значит, два дня пусто. И опять откуплено было. Потом, значит, тоже было четыре дня откуплено. Между ними три дня свободно. Потом, значит, пять. Тоже там пять или шесть дней откуплено. А нам надо было вот, чтобы было десять или одиннадцать дней. Ну, только что увидела, улетел самолет. Только что улетел. Значит, рейс пока не отменяет. Ого. Ну, там, ого. Ого. Ну, там городок. Посмотрите, там вообще все черт. Так что я не знаю, улетим мы сегодня, не улетим. Все. Иду в столовую. В столовую иду. Мужчины мне не хотят кушать совсем. Совсем никак. Сегодня покажу, что у нас. Ну, в принципе, это же самое все. Наш шведский стол. Сейчас посмотрим, что там у нас из гарнира. Каши, ну, котлетки или что-нибудь. Так, здесь кашка овсяная, кашка манная. Так, здесь, здесь, здесь. Ой, что-то интересное. Возьму. Ой, что это? Ой, бестолково, я даже не знаю, что это. Ну, возьму маленький кусочек, попробую. Такое ощущение, что это надо вот с тем, где-то творог просто. Не подписано. Ой, пирожное. Какой-нибудь могу взять, посмотреть. Разное-разное. Я не знаю, какую-то взять. Пироженку. И вот такой вот. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. Здесь у нас это. Тюштери. Вареники с картошкой. Паста карбонара. И здесь у нас блины с творогом. О, блины с творогом. То, как можно. Один подзять. В самолете лететь много не беру, чтобы плохо не стало. Ну, и здесь все так же. Сладкости. Вот это вот возьму. Пирог какой-то. Булочки, булочки. И здесь пирог, выпечка. В общем, разные выпечки. Всем приятного аппетита. Я поела немного и мне надо бежать уже. Покажу вам, что я сегодня взяла. Вот это все, в общем. Кашка, американо и йогурт. Мы заплачены, мне кажется, три тысячи. Три тысячи за четверых. За завтрак. В общем, дорогой завтрак получается. Потому что вы все равно его не проедаете. А отказаться нельзя сейчас. От завтрака нельзя отказаться. Он уже включен. Это пицца. Это пицца. Заказывали трансфер. Специально, чтобы конкретно приехал по времени. Задерживаются. Пишу ему, что вы где? Мы вас ждем. Он позвонил, говорит, я в пробке задерживаюсь. Я говорю, так мы специально трансфер заказали в определенное время. Я заказала, чтобы на это время была машина. Вышли? Нет, нет. Я пишу. В пробке. Он говорит, во сколько самолетов? Я говорю, во столько-то. Он говорит, так не переживайте, успеете. У вас пройдена регистрация? Я говорю, пройдена. Багаж сдавать надо. Успеете. Да дело-то не то, что успеете, а просто не совсем хорошо себя чувствует у меня мои. Хочется уже побыстрее в аэропорт хотя бы приехать там. Посидеть. Так вот. Заказываешь машину, а все равно нет. Я думала, трансфер лучше, чем такси. Такси, понятно дело, ждешь, 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 пока они приедут. А тут специально, конкретно заказали. Уже на 15 минут опаздывают. Кошмар какой-то. Мы бы лучше дома посидели, дома в номере бы посидели, да, Вадим? Ужас. Ой, нет, я точно не поеду. Трансфер даже у них плохой. Пробки. Интересно, а только меня-то волнует, что у них пробки. Закривая пускат, ждет вас снова. Видишь? Впереди. Ждем вас снова. Ну все, ребята, мы заходим в аэропорт. Нам надо чемодан сдать, посадочные талоны, да, распечатать. Линия рассмотра. Мы ищем корпус боя, нам надо сдать чемодан. Сказали где-то здесь. В Екатеринбург, куда-то сюда. Мы пришли, посмотрели сколько народ. Вообще здесь есть негде. Наш рейс задерживается. Здесь задерживается почти на час. Я уже снова, что задержится. Я видела, как Ковала говорила, что что-нибудь случится. Так она и есть. Из-за дождя, из-за ветра. Ветер поднялся. Но когда поехал, здесь сильный ветерок. Мне кажется, наш вот этот. Ну, у нас посадку задержали на час, час 05. Больше часа нужно ждать. Еще. Дождик, вроде бы, небольшой. Может быть, облачный. Из-за этого задержали. Негде сидеть. Дети вообще на полу сидят. Дождик пошел. Вообще разошелся. Нас задерживает. Потому что оттуда самолет еще наш не прилетел. Говорят. В связи с тем, что он не долетел до нас. Не знаю, наш это не наш. Какой-то самолет тоже, мне кажется, уральский. Непонятно. Многие задерживают. Все, которые утром летят, многие задерживают. Они еще не прилетели даже. У нас еще на час задержали. Получается, уже на два часа. Там задерживают рейс. Так и сидят дети у меня на полу. Их вообще-то все. Больше мы не полетим ни самолетами. Никак, да? Никак. И поездами намного проще. Там дольше, но проще. Там и, вроде, никогда не задерживался. И братья, что хочешь, ты не берешь. Это вообще кошмар. Нас задержали рейс на три часа уже. Больше трех часов уже. Мы опаздываем, получается, на электричку. Вот приедем сейчас в Екатеринбург. Электричка уже уйдет. У нас нет и поездов, и электрички. Чтобы обратно вернуться домой. Еще не знаем, что делать. Я зашила в duty free. Посмотрю цены здесь на сумочке. 49. Так. Вот такая вот, сколько интересно стоит. Здесь эта цена у нас мини-сумка. 50. 56. Мини-мини. Фурла. Так. Вот это вот сколько стоит. 46. А слушайте, здесь, конечно, больше ассортимент сумок. Но мне кажется, они подороже, чем в этом магазине в Сочи. Фурле. 52. Сидим-сидим. Отменили. Я говорю, пойду прогуляюсь. Что делать-то? Вот 50% скидка. Интересно, сколько. Начинается посадка на рейс номер 508 авиакомпании уральские авиалии. Цена, цена, цена. Нет, вроде бы цена. А нет, вот увидела. 56. 56. Это со скидкой или без? Не знаю. Ассажирам с детьми, бизнес-классов и держателей как лавянские приглашают в первую очередь. Мы загадим на внимание. Да, да, дороже здесь сумки дороже. Ну, что ж ты там купила? Вот это вот это. 44. 44. А там можно купить за 30 чем-то. Вот это вот 30 есть. А здесь 50. Намного дороже. 47. Давайте здесь посмотрим. Винус-классов и держатели как лавянности приглашают в первую очередь. Так, кошельки. Фу. Тоже написано. 30 процентов скидка. 20. 20. Тоже подороже, чем в магазине. Пойду очки посмотрю. Ой, прикольные. Таких там не было, самочень. Обалдеть. Ну, это такие как резиновые, не из натуральной кожи. Так. Сейчас все посмотрим. Вот есть. Я хочу очки посмотреть. Тоже прекрасная. Кошелочки всякие есть. Косметичку посмотрю. Так. Так. Сколько он стоит? Так. Сколько он стоит? 5900. 5900. Еще очки. Надо посмотреть. Вон очки. Пойду туда. Пойду очки посмотрю. Я в ГЕС увидела хорошие очки тоже. Не купила их. А потом пожалела. Пойду. Так. Эти 33. Красивые, конечно. Красивые. Ой. Настроения даже нет чего покупать, потому что задержали рейс так устали уже. не болели бы, да ладно. А то приболели. Армани. Армани. Косметику я уже не хочу. Я косметику всякую не брала. Так. Тут сколько такие? 24. 27. Я в Фурла купила очки. Красивые. 25 эти. Мю-мю. Джимми Чу. Угу. Красивые. 25 эти. Дольче Кабано. 25. 30. 25. Повторяйте. Там укор, правда. Он, как он, может все посмотреть. Уважаемые госажеры. Заканчиваются поставки на рейс номер 508 авиакомпании Уральские авиалинии Сочи и Казань, обманывающие на Хасанске. Приглашаются к выходу номер 9. Благодарим за внимание. Хочется, хотела ГЕС примерить. Нет, очков ГЕС нет. Майкл Корс хотела посмотреть, что-то там их мало. Для мужчин много всего есть. Так, давайте еще тут посмотрим. Уральские авиалинии Сочи и Казань, обманывающие на Хасанске. Уральские авиалинии Сочи и Казань, благодаря вам за внимание. Вот здесь нашла. Вау. Так, это какие. Офигеть. Это Форла, Форла 23. Вау. Сейчас примерю. Так, вот эти хочу примерить. Есть, есть, есть. Мне кажется, я вот такие там мерила. Что-то вот такую классику мерила. Они там вроде бы 12 стоили. Что-то вот такое квадратное. Так, сейчас я посмотрю. Ой, черные, смотрите, есть такие. Так, эти 23 формы. А эти розовые тоже 23 формы. ГЕС-то больше нет. Так, вот такие вот ГЕС-то красивые, красивые, кстати. Сколько они стоят? 12. Ну, в принципе, вот ГЕС-то почти докажется на... Как и в этом магазине, вот в официальном Сочи. Так, сейчас примерю, что мы... Среди пассажиров вылезающих рейсом номер 10 и 45 авиакомпании Аэроплот. Сочи, Москва. Вылет вашего рейса переводится в позднем пилоте самолета. Новое время вылета в 19 часов 40 минут. Машина нет? Нет, ага. Что-то дайте примерить. Для рейса, не помню. Нет, все, мы серия. Мы в этот раз взяли билеты 2 по 2. Ну, здесь 2 и сзади 2. Так-то у нас 3. Здесь еще девушка сидит. В общем, задержка была 4. Мы на 4 часа задержали. Все, мы до дома добраться. Сейчас у нас, получается, мы прилетаем? Нет, конечно, на электричку мы опоздали. Все, теперь придется, нам надо такси заказывать. Такси от 5 тысяч. Смотрим. Прощай, Сочи. Правильно будем говорить? Прощай, Сочи. Прощай, Сочи. Да, прошай. Простить. Прощай, Сочи. Прощай. Тsan от 6. Прощай. как раз летают самолеты теперь мы взлетаем мы летим и нас видны как мы взлетаем я определила по тем домам по большим по длину ой все дождь так и туман опять между облаками ой